В Днепре прошел третий международный легкоатлетический марафон. Участники соревновались в пяти дисциплинах. Харьковская бегунья на средней дистанции Анна Мищенко победила в женском беге на 5 километров. Более того, в абсолютном зачете она была третьей с результатом 17 минут и 10 секунд. Забег на титульной дистанции прошел в рамках чемпионата Украины. Здесь третье место среди женщин заняла Ольга Донченко из Харькова. Здравствуйте, это спортивный интерес. Только главное событие харьковского спорта за неделю. Сегодня в программе. Теннис полуфиналистка юниорского US Open Дарья Лопотецкая вернулась в Харьков. Велоспорт Ирина Попова выиграла этап Кубка мира по маунтинбайку в разделе «Элиминатор». Футбол. В Харькове состоялся первый матч 1-16 финала женской лиги чемпионов. Легкая атлетика. Результаты командного чемпионата Украины по младшим юношам и девушкам. Обзор матчей с участием харьковских команд в футболе, баскетболе и гонболе. Другие события недели с участием харьковских спортсменов. В столице Эстонии завершился личный чемпионат Европы по бадминтону среди 19-летних игроков. Бронзовые награды завоевала женская пара из Харьковской области, за которую играли Анастасия Прозорова и Валерия Рудакова. Подопечные Геннадия Махновского выиграли у белорусок, финнок, англичанок и шведок, а проиграли в полуфинале будущим чемпионком из Турции, но только в трех геймах. После дебютного для себя юниорского турнира большого шлема US Open в Харьков вернулась 15-летняя теннисистка Дарья Лопотецкая. Сезон для нее стал переломным и не только благодаря нью-йоркскому харду. Она начала профессиональную карьеру и выиграла два пятнадцати тысячника. Тем не менее, открытый чемпионат США ей пришлось начинать с квалификации, где она прошла польку Веронику Фольковскую и канатку Александру Ваграмову. В первом раунде основы воспитанница клуба Уникорт зачехлила американку Кони Ма, а во втором круге за три сета переиграла чемпионку Европы из Дании Клару Таусон. Я ей три раза проигрывала. И то, что когда я увидела, что я буду с ней играть, я сказала, почему нет, почему не попробовать. Ты сейчас находишься в достаточно хорошей форме, просто выйти на корт и расслабься. И я говорила многим, то есть я сказала папе, маме, то, что вот с вот этой вот всей атмосферой на US Open я должна показать свою лучшую игру, потому что мне безумно там нравилось. В третьем круге Даша отцепила за два сета еще одну американку Элизабет Мандлик, а в четвертьфинале сошлась с первой ракеткой мира и победительницей Роланга Рос этого года, естественно, первой сеянной хозяйкой кортов Кори Гауф. Соперницы обменялись победами в первых партиях, а в третьей, благодаря двум выигранным геймам на подаче американки, Лопотецкая повела 5-1. Гауф ответила брейком, но в следующем гейме Харьковчанка вновь оказалась сильнее и вышла в полуфинал. Я не воспринимала ее как человека, которого невозможно обыграть, знаете, то есть у меня не было такого, вот я играю против Гауф, все. То есть у меня наоборот даже было такое то, что вот я думаю, я Тауссен проиграю, а с Гауф я даже таких празд на самом деле не говорила, да. У меня есть такое то, что я могу говорить, ходить, я говорю, я отвечу, а потом обыграть просто человека. Я так отнеслась достаточно легко к этому матчу. В полуфинале Лопотецкой противостояла третья сеянная китаянка Вань Си Юй. Она и старше на два года, и выше по росту. Здесь тоже дело дошло до решающего сета, в начале которого китаянка под ноль взяла подачу соперницы, а в третьем Дарья не смогла реализовать два брейка. В седьмом гейме Ван снова сумела сделать брейк и повела 5-2. Харьковчанка сократила разрыв, но защитить подачу не смогла. Мое субъективное мнение такое, что она могла боевую выиграть. Просто немножко не сложились обстоятельства. Была уставшая, шла через квалификацию, и всю Ван, с которой она играла в полуфинале, на мой взгляд, просто не хватило именно физподготовки, именно физической кондиции. Касательно тенниса, теннис у нее, база поставлена отлично, с детства закладывалась. Американские результаты Лопотецкой переместили ее на 26 место в мировом юниорском рейтинге и второе в украинском. Беспроигрышная серия составила 22 матча. Она семикратная чемпионка Европы в младших возрастных категориях на этих же турнирах была дважды серебряным и один раз бронзовым призером. Первый тренер-теннисистки Игорь Пруткин, у которого Лопотецкая занималась с 4 лет, считает, что это хороший плацдарм для профессиональной карьеры. Не будем раздавать, скажем так, авансы, но продвижение достаточно интересное. Скажем так, можно сравнивать и с Лючич, и с Химдис в этом возрасте с их достижениями. Не знаю, что получится дальше. Но база хорошая, может что-то интересное получится. Сейчас Лопотецкая вместе с еще двумя харьковчанками Любовью Костенко и Екатериной Рублевской готовятся к Кубку мира, который в конце месяца примет Венгрия. В немецком Винтерберге прошел пятый этап Кубка мира по виду велоспорта Mountain Bike в скоростном элиминаторе. Представительница харьковского «Динамо» Ирина Попова в полуфинал вошла с третьим квалификационным показателем. В полуфинале заехала первой. Действующая чемпионка Европы в финале сражалась с главной соперницей, лидером генеральной классификации Ингрид Якобсен из Норвегии. Подопечная Романа Коробова привезла ей на финише три секунды, выиграла этап, получила 30 очков в рейтинге, осталась второй в общем зачете. В мужских гонках харьковчанин Виктор Водолага закончил на 15-й позиции. Следующий этап Кубка мира состоится 23 сентября в бельгийском Антверпене. Женская сборная Украины по футзалу, за которую выступают игроки харьковской «Теслы», квалифицировалась на чемпионат Европы следующего года. Отбор наша группа играла в Черкасах. Украинки сыграли в ничью с Венгрией, а потом обыграли Беларусь и разгромили Казахстан. По разнице голов хозяйки заняли первое место и в феврале сыграют в финале четырех вместе со сборными России, Португалии и Испании. На стадионе «Металист» состоялся первый матч 1-16 финала женской лиги чемпионов по футболу. Харьковская команда впервые в истории Украины пробила стадию плей-офф. По жеребьевке соперником харьковчанок стал чемпион Швеции команда «Линчопинг». Победитель пары определяется по сумме двух матчей. В составах обеих команд играют футболистки национальных сборных. На прошлой неделе они играли матчи квалификации на чемпионат мира. Украина и Швеция выступают в одной группе. Поэтому времени на подготовку к Еврокубковой игре было немного. Исходя из этого, а также из гостевого статуса первого матча, шведский наставник больших планов на результат не строил. До игры ничейный счет на выезде для нас смотрелся хорошо. Но Лига чемпионов – это турнир высокого уровня. К тому же играют женщины. Здесь никогда и ничего нельзя знать заранее. Первый тайм соперницы провели на равных, но счет открыли гости. В ситуации, когда судья не заметил положение вне игры. Никаких вопросов не осталось после перерыва. За 15 минут шведки забили еще два мяча. Хозяйки сократили разницу в счете после розыгрыша штрафного. К радости 6 тысяч зрителей отличилась Анна Воронина. Мы попытались сделать во втором тайме акцент больше на атаку. Все-таки выдвинуться выше. И забить гол, потому что мы понимали, мы играем дома. И пришли зрители, мы хотели их порадовать. Но, к сожалению, не все тактически у нас получилось. Этот гол вернул надежду на поле, трибуны и тренерский мостик. Но длилась она недолго. Вышедшая на замену Марии Жасми на леду, буквально первым же касанием забила после контратаки, разыгранной как по учебнику. Мы хорошо контролировали мяч и действовали по отработанным игровым связкам. Постоянно были заряжены на гол, поэтому забили сколько смогли. Но на такой счет перед игрой, конечно, не рассчитывали. В итоге забить шведки сумели достаточно для комфортной разницы перед домашним поединком. Получилось 6-1 в пользу линчопинга. Результат не только показатель разницы команд в классе, но и следствие уровня национального чемпионата. Ничем они нас не удивили. Реализовывали, боролись, бились и не давали нам передохнуть. Просто то, что мы в нашем чемпионате такого конкуренции очень мало, поэтому нам тяжеловато. Кстати, насчет конкуренции в украинском женском футболе. В рамках шестого тура национального чемпионата Харьковский «Жилстрой» встретились в дерби на Любатинском стадионе «Олимпиец». С минимальным счетом выиграл «Жилстрой-1». Победный гол на 17-й минуте забила Надежда Кунина. На международном турнире по легкой атлетике в турецком Белеке харьковчанки выиграли две медали. Золотая у высотницы Екатерины Табашник, которая взяла 1,93 м, как и киевлянка Юлия Левченко, но по количеству попыток представительница харьковского «Динамо» оказалась первой. Алина Калистратова участвовала в беге на 200 метров и финишировала на третьей позиции с результатом 24 секунды и 69 сотых. На стадионе «Динамо» прошел командный чемпионат Украины по легкой атлетике среди младших юношей и девушек. Турнир – заминочный после летнего сезона, в котором у атлетов этой возрастной категории международных стартов не было. По сути, хорошая возможность для 15-летних спортсменов посоревноваться на хороших дорожках с приличным инвентарем, доступным даже не каждому областному центру, не говоря о провинции. Харьков в этом году принимал два национальных старта, оба по этому возрасту. Проводя эти чемпионаты, наверное, мы откатываем некоторые моменты, связанные с проведением взрослых чемпионатов. То есть это работа и в том числе федерации, взаимодействие федерации с различными спортивными, в том числе, обществами, либо, скажем так, спортивными агенциями какими-то, которые в этом всем участвуют. Я думаю, что здесь еще есть над чем работать. Это связано и с информационным обеспечением чемпионатов и многими-многими другими вещами. По одной простой причине, потому что каждый чемпионат является определенной пропагандой того вида спорта, по которому проводится. Командный формат турнира подразумевает стопроцентную работу на команду без личных наград. То есть расстраиваться из-за непопадания в тройку не стоит. Очки команде все равно капнули. Подсчет по убыванию от первого места. Формула появилась недавно, но на международных командных турнирах арифметика такая же. Это удобно, потому что быстро и для зрителей очень удобно. Более динамично проходит этот весь процесс. Если, допустим, там несколько отборочных забегов, там два-три полуфинала, финалы, четверть финала. А здесь сразу финал и определяется сразу командный результат. Как и на летнем личном чемпионате Украины, двукратной победительницей в коротком спринте стала ученица первого государственного училища физической культуры Янина Юрченко. Трудно себе представить, что год назад она получила серьезную травму бедра и вполне могла сейчас заниматься стрельбой из лука. Но характер и молодой организм побороли травму, а их обладательница выиграла гладкую сотню с результатом 12.79, на двухсотке была первой, пробежав ее за 26.42. Хотелось бы лучше, но так как тренировалась к этим соревнованиям намного меньше, ну и результат другой совсем. А почему это по плану ты мне еще тренировала? Ну, отдых, лето нам тренер дала, отдых немножко. За счет этого так пробежала. Ну, смотри, в этом году ты лично и командную чемпионат выиграла. Можно сказать, что такой для тебя переломный сезон был? Нет. Все в порядке. Все свои возможности выложила на 100%. Прыжки в длину – это один из видов легкой атлетики, который претерпевает изменения в командном формате. Вместо трех предварительных и трех финальных попыток формула становится 3 плюс 1. Еще один представитель Харьковского Динамо и Первого училища физической культуры Самуэль Эдекпайи свою лучшую пробу сделал со второго раза 6 метров 42 сантиметра. Остальные две заступил. Александр Айко из Киева наоборот к последней попытке прибавил, но 4 сантиметра все равно не допрыгнул, оставил Эдекпайи на первом месте. На последние попытки заступил немножко. Если бы можно было, еще бы одну прыгнул. Наверное, получилось. Надо исправить отталкивание и сам разбег. Потому что он у меня нестабильный такой. Сначала было не особо легко. Надо было разбегаться сначала. А дальше уже пошло-поехало. Кроме того, первые места для Харьковской области заняли Анастасия Матузна в Семиборье, Егор Решетняк в прыжках с шестом и Илья Трешко на дистанции 3000 метров. На полторашке он стал вторым. Хозяева заняли третье место в командном зачете после Днепропетровской и Киевской областей. ДИНАМО УКРАИНО Мы стараемся такие мероприятия проводить как можно больше и как можно чаще. Почему? Потому что вы спросите у ребят, насколько это им интересно. Поэтому я думаю, это здорово. Призы, грамоты, медали и ценные подарки предоставила областная организация «Динамо». Были показательные выступления подразделения барабанщиц Харьковского университета внутренних дел, сотрудников Управления полиции, охраны и кинологической службы, а также воспитанников десантно-спортивного клуба «Маргеловец». Желаю честной спортивной борьбы. Все свои способности и навыки с карбиномориентировали. Пускай сегодня победительнейший. Соревновались 10 команд. Задача по карте найти маршрут и одолеть его как можно быстрее, пройдя все чип-поинты. От ошибок не застрахован никто. Даже победители сначала забрели не туда. Но ориентирование хорошо тем, что дает возможность за счет скорости исправить географические ошибки. В итоге первое место с результатом 33 минуты заняли Максим и Инна Игнатьевы, а также Ярослав Барабаш. Сначала было довольно-таки сложно. Почему сложно? Мы сначала не разобрались на карте, где мы, а потом кое-как разобрались и пошли дальше. В конце турнира участники объединились с запоеданием полевой каши. Решением руководства футбольного клуба «Металлист-1925» из-за несоответствия этическим и профессиональным качествам, пренебрежения к чести и достоинству футболистов и работников клуба, главный тренер Сергей Валяев уволен со своего поста. Об этом сообщил генеральный директор Владимир Линке. Вакантное место занял Александр Горяйнов, до того работавший с юниорской командой. В девятом туре первой футбольной лиги «Металлист» принимал еще одного дебютанта дивизиона «Прикарпатье» из Ивано-Франковска. Хозяева очень хотели реабилитироваться за гостевое поражение от «Ингульца» и сходу направили силы в нужное русло. На четвертой минуте со средней дистанции сильно и точно пробил Олег Синица. О высокой цели харьковчане вспомнили в начале второго тайма. Подключившийся к атаке защитник Вадим Жук головой забил второй гол под аплодисменты 10 тысяч болельщиков. 2-0 так и закончили дебютный для Александра Горяйнова матч на посту главного тренера. Попытались чисто в тактическом плане изменить игру команды при построении атаки, при переходах из атаки в оборону и наоборот. Таблица «Металист» поднялся на шестую позицию. Харьковский баскетбольный клуб «Политехник» в преддверии сезона отыграл товарищеский турнир в Запорожье «Мемориал» Вячеслава Гаврилова. Главный тренер харьковчан взял боевой состав команды, в котором были трое просмотровых легионеров-новичков Иван Кольевич, Дежен Белич, Никола Вуевич. Все три матча подопечные Тимура Рабаджи проиграли. Хозяевам 31 очко, Химику 14, Одессе 3. Кстати, одесситы стали победителями турнира. Политехники замкнули квартет участников. Самым результативным в их составе по сумме трех матчей стал разыгрывающий Роман Козлов. Он забил и подобрал по 15 очков, а также сделал 16 результативных передач. В школе высшего спортивного мастерства состоялся седьмой мемориал Виктора Друкера по гандболу. Играли четыре команды, составленные из тех, кому за 40 суммы, раздельные Одесской области, Броварской торнадо и Харьков. Встречались в формате полуфиналы-финалы. За первое место сошлись хозяева и броварчане. Игры, я бы не сказал, что они товарищеские. Если увидели игру, будем так говорить, играл Харьков Сума в полуфинале. Матч закончился, будем так говорить, в последний момент. Это, будем так говорить, защитник Сумский сыграл очень плохо. За это получили, как свои ворота, гандбольные пенальти семиметровые. И забили. Если Харьков, будем так говорить, опытная команда, еле вылил мяч в Усун, это же о чем-то говорит. Конечно, тут не товарищеские игры. Они выходят, как в последний бой. Броварские гандболисты, постоянные участники европейских и мировых первенств, они постоянно находятся в игровом тонусе, несмотря на возраст. Кроме того, в их составе играют молодые ветераны, которые закончили профессиональную карьеру недавно. Например, забивной экс-фратарь сборной Украины Вадим Бражник, который турнир провел в поле. Буквально еще три месяца назад я играл в профессиональный гандбол. И очень это интересно. Я смотрю, здесь ребята, которым уже за 50, и они могут полчаса выбегать в тайм, скажем так. То есть это очень большой результат для людей. Они, значит, стараются, молодцы, тренируются. Здоровый образ жизни поддерживают, почему нет? Гости сразу начали играть агрессивно и точно, что привело их к положительной разнице в шесть мячей, к перерыву после 15-минутного тайма. Во втором харьковчане подсобрались, отвечали остро в атаке и жестко в защите, но гандика подыграть не сумели, а только сократили его до минус четырех. Торнадо выиграл 11-7. Лучшим игроком Харькова признали Геннадия Лукина. Мне в 50 будет в следующем году. Ну а движет – то же самое. Это всю жизнь в этом виде спорта. Не хотелось бы останавливаться, двигаться и поддерживать ребят в этом тоже. Показать пример какой-то молодежи, чтобы люди в этом возрасте еще тоже бегают, чтобы они тоже присоединялись к спорту, а не занимались всякими хорошими делами. Третье место заняла команда израздельной, которая переиграла в бронзовом финале суммы со счетом 16-12. Александр Дзюба выиграл международный турнир по олимпийскому тхэквондо серии G1 в столице Польши. Подопечный Андрея Долгополова на пути к золоту весовой категории до 63 килограммов прошел соперников из Австрии, Бельгии, Дании и России. В финале с минимальным преимуществом одолел испанца. Это был контрольный старт для Дзюбы перед юношескими Олимпийскими играми, которые пройдут в середине октября в Аргентине. В Одессе прошел Кубок Украины по олимпийскому тхэквондо, а по его итогам и командный чемпионат Украины. В личном зачете у Харьковской области 7 побед, 4 женских и 3 мужские. Из представительниц прекрасного пола обладательницами Кубка стали Сабина Муслюмова, Ольга Процветаева, Алена Давыденко и Елизавета Лючкова. Среди мужчин кубковыми победителями стали Василий Котяш, Эльвин Гамидов и Константин Костеневич. Командный чемпионат выиграли харьковские юниоры под руководством Алексея Жеребчевского. В составе команды выступили Денис Ивашенко, Владислав Функендорф, Никита Шишкин, Геворг Аршакян, Никита Жупиев, Владислав Гулый и Анатолий Абдула. В финале они выиграли у Донецкой области. В Генической Херсонской области завершился чемпионат Украины по борьбе с УМО. Разыгрывались путевки на чемпионат Европы в Эстонию. Их получили финалисты возрастной категории 12 и 14 лет. В итоге таких счастливчиков в харьковской команде оказалось шестеро. А в номинации до 16 лет особо отличилась Дарья Корытина, которая выиграла не только свою категорию 65+, но и абсолютную. Среди 14-летних с золотом вернулись Никита Каневский и Дмитрий Лесняк, Арсений Телепнев и Илья Петриченко выиграли чемпионат возрасте до 12. Помимо этого на счету харьковских сумматорий еще три серебряных и шесть бронзовых наград. Во Львове прошел чемпионат Украины по тяжелой атлетике. Традиционно мощно выступила женская сборная Харьковской области. Ирина Деха в весовой категории до 76 килограммов установила два малых рекорда страны 102 и 121 кило и, как следствие, стала рекордсменкой Украины в сумме двух движений 223. Медальный дубль получился в номинации до 55. Камила Конотоп выиграла с результатом 187. Мария Гангур отстала на 3 кило и взяла серебряную медаль. На сей раз женский почин поддержали и мужчины. Павел Залипский выиграл легкий вес, Игорь Конотоп первенствовал в категории до 81, Олег Слободенюк в супертяжах, причем выиграл уже после первой попытки в толкании. И там же во Львове прошел международный турнир по стрельбе из лука «Золотая осень». На сей раз стреляли три сотни лучников из Украины, Беларуси, Польши, Израиля и Великобритании. Харьковчане настреляли на комплект наград. Золото взяли мужской командой Леонид Дикань, Александр Грекулов и Никита Кравчук. В финале от них пала Черновицкая область со счетом 5-1. Другие награды харьковчане завоевали в личных соревнованиях среди кадетов. Тарас Трифонов победил пятерых соперников, но в финале проиграл Остапу Слепцу из Львова. Бронзовую награду в соревнованиях среди девушек завоевала Валерия Анищук. В Херсоне состоялся всеукраинский турнир по самбо памяти основоположника этого вида борьбы в Украине Романа Школьникова. Харьковские самбисты завоевали две золотые, одну серебряную и две бронзовые награды. В боевом разделе Артур Воробьев выиграл золото весовой категории до 82 килограммов. Он успешно дошел до финала, где победил киевлянина Максима Калманова. Серебряным призером в весе до 68 стал Зейдулах Назиров. В этой же номинации Богдан Кондратович взял бронзу. Две медали были в спортивном разделе. В весовой категории до 52 килограммов победителем стал Артур Половиков, который в финале поборол Виталия Добрянского из Житомирской области. Бронзу тяжелого веса выиграл Роман Конторовский. На чемпионате мира по акробатическому рок-н-роллу в Швейцарии победителями возрастной категории ювеналы стала харьковская пара Кира Грохова и Александр Цветков. Второе место заняли также харьковчане Таисия Кириченко и Денис Гурин. На этом все. Спасибо, что смотрите нас. Спортивного вам здоровья, все остальное приложится. Спонсор показа – инвестиционная группа D.A.D.